всем привет сегодня я хочу хочу очень познакомить вас с каналом anymore у нее очень такой добрый канал и и самый такой классный я ее смотрю конечно же очень не сказать что давно я пропускал некоторые видео но некоторые видео мне ее очень понравились расскажу об ней она живет с парнем фростом да вы не ослышались парень просто они живут подмосковье снимают они оба блогер у них как получилось они познакомились с фростом в киевсе она работала там продавцом вот и юра это фрост он хотел поесть и так и познакомились в общем классные у них видосы они очень стараются над своими каналами вот и не мур мне больше нравится почему-то потому что это один из женских каналов очень самый добрый и очень откровенный я не верю комментариям я верю только ей и я очень хочу чтоб у меня была такая девушка с которой можно снимать видео чтобы не стеснялась и была такой же открытый честный откровенный вот ну приступим смотреть ее новый видос он очень классный всем привет с вами я не мур и это моя малышка не я сейчас звук звук проверю на время это моя малышка не мур и это моя малышка не смешная 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 Субтитры делал DimaTorzok Пугалась в камере, мне стало её очень-очень жалко, я не хотела мучить кошку И решила, что снимать мы её почти не будем, но какие-то Эти кадры у нас всё равно есть, поэтому не переключайтесь Смотрите это видео до конца, потому что тут будет очень много интересного про это чудесное Создание по имени Мия Да, первый факт заключается в том, что Что она не является видеоблогером, потому что она уже не заценила все Блогерские штуки, там со светом, с камерами, со съёмками Это вообще не её Иди, иди сюда, иди сюда станешь в тренде Мы видеоблогеры, не бойся нас Иди, иди сюда Иди сюда, мы просто видеоблогеры Второй факт, это то, что Эта кошка не совсем моя, потому что живёт она не со мной, живёт она с моими родителями И вообще, интересный факт За ней Как бы третий факт, можно сказать, это то, что эту кошку мы взяли с улицы Ну, точнее, не с улицы Просто у моих знакомых Знакомые Взяли её с улицы И хотели выкидывать её обратно, потому что у них приезжает свой кот Я не смогла остаться в стороне, потому что не понимала, как Так можно поступить с животным Сначала его взять, потом его снова Выбросить И решила уговаривать Юру пытаться, чтобы забрать эту Кошку к тебе И вообще, вначале я думала, что это не кошка, а котёнок И что это котёнок, который потом станет котом Но в процессе того, когда её забирали, мы узнали, что это всё-таки кошка И что она не совсем котёнок А как нам потом сказал ветеринар, этой кошке почти два года Изначально эта кошка была прям вот царица Она ходила по квартире, неприкасаемая Но о ней все должны были заботиться Все должны были ей восторгаться Но трогать она особо себя не давала Ну как бы давала, конечно, погладить Но на руки вообще никому не давалось И как бы сразу начинала вырываться Не хотела, чтобы её там кто-то пытался её обнять, схватить И вообще там как бы втопнуться в её личное пространство И это вообще было табу И я даже за время привыкания к тому, что у нас в доме появилась кошка Заметила три разных взгляда, которые она всегда делает Вот у неё реально есть три разновидности Первый взгляд — это кошка Сосед, можно кофе? Она всегда делает Вот у неё реально есть три разновидности Первый взгляд — это кошка-инопланетянин Когда она смотрит на тебя вот Примерно вот так Второй взгляд — это очень такая Зловредная, изощрённая кошка Которая смотрит на тебя, как будто ты совсем вот что-то такое низшее Что-то, что должно, ей обязано Что это вот она здесь главная А ты вот плевей просто Она смотрит на тебя вот так вот Как будто терпеть тебя не может На самом деле А третий взгляд — это очень милый взгляд Такой взгляд котика из Шрека Когда она вот так вот открывает большие глаза Смотрит на тебя И как бы даёт себе таким взглядом понять, что она хочет сейчас поесть И вот в этот момент она такая до безумия милая кошечка Что ты прям вот хочешь её в чём Затискать, затискать, взять на руки Но она тебе всё равно не дастся Потому что это очень элитная кошка Кошка, она очень изысканно изощрённая Поэтому Руки Ещё один забавный факт об этой изощрённой царской кошке Заключается в том, что она спит в очень забавных позах Вот серьёзно, как бы раньше она спала, как все кошки В обычных таких нормальных банальных позах Но сейчас, когда она освоилась Поза для сна Она стала выбирать ну реально очень забавный Можете сами посмотреть Вот, например Одну из этих фотографий сделала моя сестра Чтобы показать, чтобы я посмеялась А другую фотографию делала я И, кстати, когда я делала эту фотографию Через несколько часов Часов после этого произошла очень грустная Очень тяжёлая для меня ситуация Потому что в этот день я должна была везти кошку К ветеринару, чтобы её посмотрели Чтобы сказали, что с ней всё в порядке И что с ней всё хорошо И я очень, как бы, боялась это делать Потому что я понимала, что у меня нет там перевозки Для кошки Мне придётся её крепко держать Потому что она абсолютно не ручная И дотащить её как-то до машины Но Когда я вышла из дома Сначала она сидела спокойно Потом, когда мы вышли На улицу Эта царсковольная кошка решила, что Она хочет погулять И она просто-напросто вырвалась И убежала от меня И у меня просто в этот момент Началась истерика Я начала прям дико паниковать Я понимала, что где-то там меня ждёт такси До которого я так и не дошла Вместе с этой кошкой И мне нужно искать кошку Что более важно Чем даже тот таксист И мне нужно искать кошку Что более важно Чем даже тот таксист Который меня ждёт С которым мы сейчас никуда не поедем Я искала её Я ходила По всем окрестностям По всем подъездам Везде вокруг, где она убежала Я её кричала Звала Я плакала Мне было прям очень-очень Страшно, что я её не найду Пять часов я её искала одна И ещё час после этого Мы искали её вместе с Юрой Везде ходили Бегали, кричали, звали Пытались выманить из подвалов Где живут другие кошки Думали, что может быть она пошла К ним Я не знаю Я ходила вот с её кормушкой Рядом с тем местом Где она вырвалась Звала её Потому что я знала Что она хочет есть Но она даже на это не откликалась И как бы у меня Реально была вот Ну прям паника После того, как Минут 10, наверное Пятнадцать Буквально Мы посидели дома Я уже стемнела Было где-то около Шести или семи Уже часов вечера Хотя мы с ней поехали Где-то в час Я как бы вот Из последних сил Я говорю Пойдём, пожалуйста Поищем ещё И вот Когда мы вышли Это вот мохнатое чудо Бегало по гаражам Ну как бегало Она перепрыгнула С одного на другой И благо Юра реально увидел Что это там Какой-то кот Какая-то кошка Что-то там Кто-то там короче Ковыряется на гаражах Мы пошли посмотреть Увидели, что это она И вот Словами просто не передать Какое у меня было счастье Как я кричала Что это Мия Это моя кошка Кошечка, мы тебя нашли Ты моя зайка Ты моя чудо Ты моя радость И мы её притащили домой Накормили Напоили Поиграли Чуть-чуть Уложили спать Ну как уложили спать Она просто сама улегла спать Потому что мне кажется Она явно быстро Ну как бы нагулялась Намёрзлась Теперь как бы Ей хочется отдохнуть Прийти в себя Но вот Для меня это было просто Очень тяжёлая Очень ужасная ситуация На самом деле Потому что я правда Очень боялась Что эту кошку Я просто уже не найду Спустя 6 часов поиска Кстати Эта ситуация На самом деле Поменяла кошку Даже в лучшую сторону Она стала более ласковой Более игривой Видимо Она тоже Каким-то вот Своим кошачьим Нутром Обрадовалась Когда мы принесли её Обратно домой И ну как бы Она поняла Что здесь о ней всё-таки Позаботятся Что здесь её никто Не бросит Не оставит И так далее И она стала Более такой ласковой Более игривой Что ли Она начала давать Спокойно себя гладить Начала играть Что вот Очень важный факт Потому что Когда моя сестра Купила ей такую Специальную палочку Которой Ну на которой Привязана мышка Вот Чтобы за ней Можно было бегать Эта изысканная кошка Не стала с ней играть Она не заценила мышку И вообще Как бы Она играла Как-то вот Из разряда того Что Ну давай Ладно То есть Над ней проводишь Ты мышка Она такая Угу Очень весело Мне очень-очень интересно Давай ещё Ну если Длинная блох Мышку Увести Всё Как бы Кошки поливать Она не будет за ней бегать Она вообще Не сдвинется С места Она очень-очень Ленивая А когда Мы пронесли её домой В этот вечер К этой верёвочке Привязали Вместо мышки Оторвали её Привязали Фантик И вот Она начала Скакать Как ненормальная Она бегала Прыгала Крутит Сальтухи Такие Забавные Я очень хотела Записать это для вас Но как бы Кошка реально Очень испугалась Что Вот эти вот Все мои махинации С фантиком Вот ей было Вообще по боку Реально Как бы Дел Что хочешь Я боюсь Не мешай мне бояться А Ну как бы Её лень заключается Не только в том Что она особо Не играла с игрушками Её лень заключается В том Что Она Очень много Спит Она реально Спит Ну очень Дофига Наверное Как и все другие Кошки Как бы Но Эта Кошка реально Спит Ну очень Много И как бы Если её Не трогается Она вряд ли Проснётся Для чего-то Кроме как Поесть Или сходить В свой лоток Но при Поэтому она всё равно До безумия Милая До безумия Классная До безумия Хорошая Кошка Которую Мы все Очень-очень Сильно Полюбили И о которой Мы сейчас Все С огромным Удовольствием Заботимся Я надеюсь Что у вас тоже Есть Домашние Животные Если они у вас есть Напишите мне О них в комментариях Напишите Как вы о них Заботитесь Какие у вас Были забавные Ситуации Связанные С домашними Животными Откуда они У вас появились В общем Пишите Всё-всё-всё Что придёт Вам в голову Мне будет Очень интересно Почитать И конечно же Поставьте палец Вверх этому видео Если вам нравится Моя кошечка И если вам Понравилось Это видео Конечно же Подписывайтесь На мой канал Если вы Ещё не подписались Скоро вас ждёт Ещё один Приятный сюрприз Ну а с вами была Я Немур Всем отличное настроение И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Мне очень Понравился Этот ролик Видео Anymore Я желаю Всем добра И не только Я вообще желаю Чтоб у всех Были такие Кошечки Собачки Чтоб Чем-то занимались Увлекались Снимали видео Выкладывали Хоть куда-нибудь Чтоб посмотреть Я обожаю Такие видео Всем пока С вами был Канал Серёга ТВ Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Если понравилось Если не понравилось Ставьте дизлайки Ну я люблю Лайки Пока Субтитры сделал DimaTorzok